22 декабря в России праздновался День энергетика, поэтому мы встретились с представителем молодого поколения и узнали у него, чем интересна эта профессия и какие перспективы обещает начинающим специалистам. Александр, расскажите, пожалуйста, сколько вы уже работаете в этом месте? В феврале 2020 года будет 5 лет. Почему выбрали эту профессию? Энергетиком я стал, у меня это семейная традиция, 4 поколения. Мой прадед работал начальником электротехнической службы, дед был мастером службы РЗА, отец тоже был энергетиком. Соответственно, я волей судьбы тоже оказался энергетиком. Но это было ваше личное желание или все-таки родители настаивали как-то? Ну, я не знаю, как с отцом посовещались, он предложил, я согласился. Вот уже вы 5 лет в этой профессии. Расскажите, какие перспективы есть для начинающих специалистов? Перспективы на станции на самом деле колоссальные для роста. Это то место, где сложнее оказаться не вовлеченным в какой-то проект, нежели быть вовлеченным в него. И поэтому, если есть желание, для развития возможностей колоссальные. Вот я знаю то, что вы были победителем конкурса «Энергия молодых». Расскажите, пожалуйста, о нем и какой проект вы там представляли. Этот конкурс заключался в самопрезентации. Нужно было за 2019 год предоставить все свои достижения, где участвовал, чем занимался. Ну и предоставить это руководству станции сначала. Ну это была составлена презентация, было выступление на эту тему. Ну вы выбрали, я выиграл. Соответственно, следующий этап был в концерне уже. И какие у вас достижения за этот год? Ну это различные конкурсы профмастерства, компетенции ремонта, обслуживания, устройства, релейной защиты. Дивизиональный чемпионат, отраслевой и российский чемпионат. На российском второе место за ним. Также конкурсы по охране труда. Безусловно, это производственная деятельность. Это участие в пусконаладочных работах на седьмом энергоблоке. Мы знаем, что вы принимали участие во всех пусконаладочных работах на инновационном энергоблоке номер 7. Можете что-то об этом рассказать? Да, конечно, об этом можно много рассказывать. Я очень рад, во-первых, что мое устройство на работу на станцию совпало с теми моментами, когда пускались шестой и седьмой энергоблоки, и я прошел этапы от начала до конца на обоих блоках. Если говорить про этот год, про седьмой блок, то мы его сдали в промышленную эксплуатацию. Были испытания на различных этапах освоения мощности, испытания электрооборудования. На всех этих испытаниях я присутствовал, принимал участие. Мы были здесь и день, и ночь. Было интересно. Скажите, а есть ли у вас какие-то планы на следующий год? Планы? Да, есть, конечно. Безусловно, трудиться, продолжать упорно и в производственной деятельности, и в конкурсной деятельности себя развивать. В движении WorldSkills мне очень понравилось участвовать, и на будущий год я буду участвовать, но уже в качестве главного дивизионального эксперта. Какими качествами должен обладать специалист, чтобы его взяли на атомную станцию? На мой взгляд, в любых вещах самое главное качество – это трудолюбие и упорство, и готовность к каким-то изменениям.